Не меньше 100 метров на такое расстояние от детских садов, школ и других социальных объектов могут перенести в столицу Чувашьей точки продажи алкоголя. Накануне этот вопрос рассмотрели в администрации Чебоксар. 20 метров от детских садов, школ, больницы, 70 метров от спортивных учреждений. Таковы сейчас в Чебоксарах минимальные расстояния от социальных объектов до точек продажи алкоголя. Администрация города предлагает ввести новый норматив – радиус 100 метров. Казалось бы, чего тут обсуждать? Мера полезная. Однако, если прибавить к нынешним минимальным расстояниям несколько десятков метров, под действие запрета попадут порядка 270 предприятий общественного питания и розничной торговли. Так что дискуссия была жаркой. Несколько лет назад норматив 100 метров уже предлагали ввести. Тогда от этой меры отказались. Мы посчитали тогда, что если 100 метров принять, то практически вся розница к тому времени будет исчезнуть из города Чебоксары. Времена изменились, а вот проблема осталась, заметил бизнес-омбудсмену, исполняющий обязанности главы городской администрации. Если бы этой проблемы не было, мы бы ее не поднимали. К сожалению, спаивание населения продолжается. Общественность с Алексеем Маклыгиным была солидарна, но полномоченный по защите прав предпринимателей привел свои доводы. Мы не против закрытия питейных заведений. Да ради бога, пусть в этих кафешках, разливайках этого не будет. Мы видим, что благодаря вот этому постановлению Чебоксарскому практически вся розница у нас умрет. Все магазины умрут. Вы это понимаете? Мы не за то, чтобы огульно там подросткам продавали. Вы нас немножко неправильно выставляете. Мы видим последствия, которые приведут к катастрофе нашей розницы Чебоксарской. И те люди, которые продают, они видят это. Вот сейчас вот СМАК выступил. У СМАКа из 12 магазинов все магазины закроются реально. Представители производителей алкогольной продукции отметили, они тоже против непонятных круглосуточных питейных заведений, где горячительные напитки наливают, не заглядывая в паспорт. Однако в нынешнем виде постановление принесет больше вреда, чем пользы. Это постановление в том виде, в котором оно было. Публикован направит это постановление. Так или иначе затронет, как частных индивидуальных предпринимателей, которые ведут свою деятельность добросовестно, соблюдая все требования законодательства, все требования, которые установлены местной администрацией. Они от этого пострадают. Бюджет от этого недополучит определенную сумму. А из бюджетных средств мы потом благоустраиваем два дуга, детские сады строим и прочее. Итак, у медали в виде постановления две стороны. А раз так, то документ нужно дорабатывать, чтобы и добропорядочный бизнес не пострадал, и так называемые разливайки от соцучреждений были подальше, а лучше вообще исчезли. Принять нельзя отменить. Запятую ставить пока, видимо, рано. Ольга Пырочкина, Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.